сообщество болисонг уроки флиппинга и канал assalter 47 представляют анатомия болисонга доброго времени суток с вами assalter 47 и как вы могли догадаться по этой невероятно пафосной заставки сегодня я постараюсь рассказать вам об анатомии то бишь строение знаменитого болисонга известного широкой публике как нож бабочка прежде чем начнем хотелось бы сделать небольшое отступление все названные в данном видео термины не претендуют на золотой стандарт то есть вполне возможно что у некоторых из них имеются синонимы конкретно для этого ролика я использовал на мой взгляд наиболее подходящие наименования ну что же хватит лирики приступим к делу первонаперво мы рассмотрим состояние типичного болисонга то есть присущие большинство бабочек элементы конструкции как и любой нож классическом понимании этого слова болисонг имеет клинок принципиальных различий с обычными ножами здесь нет те же режущая кромка обувь острие спуске подводы и так далее особенностью конструкции бабочки является рукоять как вы видите она состоит из двух половинок соединенных с клинком посредством типичного осевого соединения типа винт втулка различают опасную и безопасную рукояти опасная находится со стороны режущей кромки клинка отсюда и название безопасная соответственно расположена ближе к обуху клинка этиология названия аналогично теперь же мы переходим скажем так не обязательному элементу конструкции болисонга защелки или на зарубежный манер латчу это механизм запирания подвижных рукояти ножа в открытом и закрытом положениях не обязателен он по той простой причине что в большинстве элементов флиппинга можно прекрасно обойтись и без него но подробнее об этом мы с вами еще поговорим выше изложенная информация представляет собой обязательный минимум который необходимо знать любому человеку сведущему в ножах в принципе такого объема знания об анатомии болисонга достаточно и для флиппера однако на мой взгляд господа флипперы должны знать о своих инструментах намного больше именно сейчас мы приступаем к подробному разбору каждой из названных выше частей а начать как бы это не было странно я решил защелки так как этот не совсем важный элемент конструкции болисонга позволяет получить наглядное представление о различных системах которые включает в себя нож бабочка как правило защелка состоит из двух элементов шляпки и ножки кроме того любая защелка имеет отверстие для крепления аналогия с грибом просматривается вовсе не случайно согласитесь чем-то похоже классифицируются эти грибочки по нескольким признакам мы заострим внимание на некоторых из них 1 форма защелки могут иметь самую разнообразную форму но классические выделяют две т-образную знаменитый т-лач и округлую с выраженной шляпкой следующие признаки связаны с конструкцией самой защелки и так второй признак так называемая регулируемость защелки делятся на регулируемые и нерегулируемые последние представляют собой цельный кусок металла регулируемые в свою очередь имеют отделенную шляпку помещенную резьбу и фиксируемую винтом признаться честно воплощение такой казалось бы полезных задумки явил только на китайских болисонгах и реализация здесь далеко не самое лучше третий признак наличие так называемого ассиста в открытии защелки который иногда служит и дополнительным фиксатором защелки в расстегнутом положении иными словами дополнительные элементы конструкции будь то пружины рычаги или магниты рассмотрим этот признак на примере пружин в соответствии с этим защелки можно разлить на подпружиненные и не подпружиненные если с не подпружиненными все предельно понятно то простейшую систему подпружиненные защелки можно разобрать на примере вот так она выглядит дополнительно пояснять по механизму ее работы, не считая нужным. Просто посмотрите. Как я и говорил, это простейшая система ассиста защелки. Существуют куда более интересные, такие как, например, на Benchmade 51. Здесь в качестве пружины выступает титановый лайнер, снабженный опорной бонкой. Лач упирается в эту бонку одной из своих пяток. С помощью другой из них он способен фиксироваться в определенном положении. Еще один пример необычной системы работы лача. Benchmade 87. Не находите ли странным, что все интересные лачи у бенчей? Собственно, ввиду недоступности для нас этого ножа, принцип работы его лача неизвестен дословно. Однако, по информации производителей, в качестве механизма фиксации в нем выступают магниты. С различными типами защелок и их строением мы с вами разобрались. Теперь самое время поговорить о исключениях из правила защелки, так называемых «латчлесс» – ножах, в конструкцию которых защелка вовсе не заложена. Как правило, такие ножи предназначены сугубо для флиппинга и ничего другого. Однако, существуют исключения и здесь. Даже не спрашивайте, зачем мне эта штука. Что характерно, лачлесс ножи носятся строго в чехлах по понятной причине. Да, технически любой нож с защелкой можно превратить в «латчлесс». Достаточно просто снять защелку. На этом, считаю, нужно прекратить монологию о защелках и вернуться к общим вещам. Как уже говорилось выше, защелка является механизмом запирания подвижных рукоятей ножа в открытом и закрытом положениях. Работает этот механизм примерно следующим образом. Как вы видите, в открытом и закрытом положении между опасной и безопасной рукоятями имеется некоторое расстояние. Защелка имеет общую длину, сравнимую с этим расстоянием. Однако, нижняя граница шляпки расположена на куда более меньшем расстоянии. Таким образом, при закрытии защелки начинают взаимодействовать две силы. Сила опоры, клинка и рукояти относительно друг друга, как раз она и дает вышеупомянутое расстояние между рукоятями. И сила защелки, которая утягивает безопасную рукоять к себе. В случае, если система исправна и не изношена, в открытом положении, с закрытой защелкой, нож превращается чуть ли не в фиксит. По ощущениям, естественно. При восприятии этой информации у вас вполне мог возникнуть вопрос. А чем же обеспечивается это пресловутое расстояние между рукоятями? Именно здесь мы плавно переходим от защелок к системам фиксации клинка, которые обеспечивают опору последнего относительно рукояти. Таких систем выделяют два типа. Основанный на танкпинах и основанный на зенпинах. Подробный разбор мы начнем с наиболее классической системы – танкпинов. Типичный пример ножа с такой конструкцией выглядит следующим образом. Что же мы здесь видим? В клинке имеются два вбитых штифта. Литанкпина, которые упираются в специальные гнезда. Танккапсы, сделанные в рукоятях. Система древняя, как бивень мамонта, и имеет ряд недостатков. Например, постепенное разрушение танккапсов так называемым наклепом, или выпадение танкпина, которые, впрочем, проявляются в основном на китайских болисонгах. Тем не менее, куда более прогрессивной в плане долговечности системой являются зенпины. Принцип работы здесь немного другой. Зенпины располагаются в рукоятях, а точками опоры для них являются зенкапсы, расположенные ближе к режущей кромке и обуху клинка, и выраженная пятаклинка, которая в данном случае может называться пяткой. Долговечность и надежность, а вместе с ними простота в ремонте, главные свойства системы зенпинов, в последнее время все чаще применяемой даже на самых качественных ножах. Что до китайских болисонгов, почти все самые качественные китайские образцы построены как раз на зенпинах. Кстати, зенпины могут быть не только открытыми, но еще и скрытыми. Настало время поговорить о Парадоксе, точнее об олисонге Парадокс от Cold Steel. Он достойен упоминания в этом видео, так как его система фиксации клинка и рукояти относительно друг друга поистине необычна. Клинок Парадокса имеет несколько точек опоры для встроенных рукояти подвижных частей, работающих по принципу пружин. Такая система применяется в основном на складных ножах и называется Slip Joint. Выглядит она примерно следующим образом. Более подробно разобрать принципы ее работы для меня невозможно, по причине отсутствия Парадокса в прямом доступе для меня. На этом с системой фиксации клинка, пожалуй, закончим. Самое время поговорить о рукоятях болисонгов. Тема в целом достаточно объемная, рассмотрим, впрочем, максимально подробно. Рукояти на болисонгах, как уже говорилось, выше, подвижны и являются двумя половинками одного целого. Поэтому на большинстве ножей они симметричны. Исключения встречаются довольно часто и представлены различными кастомами. Как правило, рукояти имеют правильную форму и не имеют различных дополнительных элементов фиксации руки владельца, так как попросту незачем. Эдаким мастер-исключением для вышерезложенных канонов построения рукояти является китайская копия керамбитсонга от Ворона Томаса и Терри Гуина. Здесь вы все видите сами. Среди типов построения рукояти я выделяю три. Цельные, бутербродные и сборные. Начнем по порядку. Цельная рукоять по сути представляет из себя кусок металла, предназначенный для крепления к клинку. Кстати, именно такие рукояти, как правило, служат основой для латчлесов. Если же защелка присутствует, то под нее, в одной из рукоятей, выделяется специальное окошко. Переходим к бутербродным рукоятям. Этот тип конструкции рукояток представляет из себя две плашки, соединенные между собой осевыми винтами в районе клинка и бонками ближе к торцу рукоятей. Это, пожалуй, два наиболее классических типа конструкции рукояти. Каждый из них имеет свои плюсы и минусы. Например, цельные технически более надежны, так как по сути представляют собой кусок металла, но в то же время такие рукояти более тяжелы в обслуживании, особенно на китайских ножах. Ножи с бутербродными рукоятями легче настраивать, но зашкаливающее количество винтов на некоторых экземплярах заставляет заморочиться с фиксатором резьбы. Иногда бутербродные рукояти могут иметь различные вставки, выполняемые китайцами обычно из дерева или акрила. На премиальных китайцах или дорогих кастомах такие вставки выполняются из карбона или иных дорогих материалов. Ценных пород древесины и тому подобного. Да, иногда декоративные вставки можно увидеть и на цельных рукоятях. Сборные рукояти делятся на два типа. Сборные бутербродные и сборные цельные. Сборные цельные выглядят примерно вот так. Как видите, в основе такой конструкции чуть ли не классическая цельная рукоять, дополнительно снабженная плашками из, например, G10. Интересная такая конструкция представляет, благодаря возможности совместить классическую полновесную цельную рукоять и плашки из цепкой G10, что должно очень благоприятно сказаться на флиппинге. Переходим к самому вкусному. Сборные бутербродные рукояти. Технически представляют из себя обычные сэндвичи, но на этот раз многослойные. Такая рукоять состоит обычно из четырёх частей. Двух плашек, обычно из G10, и двух лайнеров, обычно выполняемых из титана. Вот классический пример. Кстати, как правило, вместо бонок в удобных ножах применяются спейсеры. Спейсер – фактически металлический утяжелитель, служащий для усиления конструкции рукояти и балансирующий нож в целом. Именно спейсеры создают максимально удобный баланс в болисонгах. Типичный спейсер выглядит следующим образом. Как мы видим, имеются отверстия под втулки, за счёт которых он удерживается на месте. В качестве системы фиксации клинка большинство сборных бутербродов используют зенпины, что мы и видим. Кстати, зенпин как отдельная деталь выглядит следующим образом. Да, чуть не забыл упомянуть о таком элементе рукояти, как клипса. Это построенный по принципу жёсткости простейший механизм, предназначенный для ношения балисонга на кармане. В принципе, аналогичен таковому на обычных ножах. Теперь нашей задачей является подробный разбор осевых соединений, расположенных вот здесь, и скрепляющих между собой клинок и рукояти, превращая их в единую систему. Таких соединений выделяют два основных типа, тип винт втулка и заклёпки. Начнём с наиболее простого. Осевое соединение типа заклёпка представляет собой металлический пруд, вставленный в отверстия рукояти и клинка и зафиксированный путём наклёпа. Делают это обычно с помощью молотка. Как и большинство видов осевых соединений клинок-рукоять, это имеет шайбы в местах контакта клинка и рукояти. Обычно их выполняют из цветных металлов или стали. Что же до соединения типа винт втулка, то оно является максимально типичным для современных болисонгов и представляет из себя, как ни странно, совершенно обычный винт и втулку под него. Впрочем, иногда втулка может отличаться исполнением. Одни варианты имеют шляпку, другие шляпки не имеют и вмещают в себя сразу два винта. Последний вариант строения осевой втулки достаточно редок и встречается в основном на китайских болисонгах. Помимо вариативности строения самой втулки, в таких соединениях встречается вариативность некоторых дополнительных элементов конструкции – бушингов или подшипников. Бушинг – это металлический кожух, надеваемый на втулку. В идеале он обеспечивает терминальное снижение люфта болисонга и уменьшение износа осевой втулки – дело её фактически вечной. На единственном китайском ноже, на котором на данный момент реализованы бушинги, копии BRS-репликант, использована спецификация бушингов, которая не работает против люфта. Странно. Подшипники – система металлических шариков, распределяющих нагрузку от флиппинга максимально равномерно и таким образом уменьшающие люфт, опять же, до минимальных значений. Бонусом – они делают ход рукояти ещё более плавным даже по сравнению с бушингом. Подшипников, опять же, существует несколько разных типов. Одни выполнены в виде шайб, другие представляют собой интегрированную нож-систему. Сюда относятся знаменитые IQBS, разработанные, кстати, специально для болисонгов. Третьи являются комбинацией первых двух типов. Ну что же, настало время поговорить, наконец, о клинках. Дело в том, что некоторые из описанных выше вариантов конструкции болисонгов накладывают свои отпечатки на клинки. Как я уже пояснял, принципиально клинок болисонга ни капли не отличается от клинка любого другого ножа. Он состоит из основной части и хвостовика. Основная часть, по сути, представляет собой как раз клинок. Здесь имеется остриё, обух, который, кстати, бывает и скруглённый, режущая кромка, фаски, спуски, подводы и, в зависимости от конкретного клинка, фальшлезвия, долы и другие подобные элементы. Имеется и рекасо. Часть клинка, лишённая гринда, спусков и подводов, и, соответственно, заточки. Кроме того, на некоторых ножах имеется чойл. Выемка между режущей кромкой и рекасо, облегчающая заточку ножа. А ещё она вполне неплохо выглядит. На ножах в системе зенпинов, кстати, чойл обычно является ещё и зенкапсом. Хвостовик начинается или от ограничителей, или от обращённой клинку части рукояти. Именно рекасо и хвостовик у большинства болисонгов являются характерными, так как на них и накладывают отпечатки вышеизложенные вариации строения бабочек. Начнём с рекасо. На болисонгах с бутербродной рукоятью обычно имеются два танкпина и совершенно пустая нижняя грань рекасо. Если же мы возьмём классический цельный бенч, то увидим один танкпин и пока что новую для нас деталь – кикер. Это отпечаток классической цельной конструкции, предназначенной для предотвращения контакта режущей кромки и стенки рукояти. Иногда, кстати, он может быть не таким ярко выраженным. На болисонгах системы и зенпинов, как я уже говорил, в районе рекасо имеются зенкапсы. Теперь к хвостовику. Именно здесь имеются отверстия для главных осей, которые крепят рукояти к клинку. Эту выпирающую в закрытом положении часть болисонга предлагаю называть пятой клинка, а появляющейся на ножах с зенпинами особо выпирающую часть – пяткой. Завершая разговор о клинках, не лишним будет упомянуть и о формах, устанавливаемых на болисонге. Здесь всё крайне весело. От классических дроппоинта и американского танта до керамбитов, крисов и даже расчёсок. Итак, на этом видео можно заканчивать. Его создание отняло у меня некоторое количество времени. Я попытался максимально подробно рассмотреть анатомию болисонга, при этом не слишком углубляясь в бездну непонятных терминов и действительно ненужных технических деталей. Впрочем, вполне возможны и некоторые упущения. Не стесняйтесь задавать свои вопросы в комментариях, постараюсь ответить на них. Благодарю вас за просмотр и спасибо за поддержку. Субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok